Еще одна тема. 7 декабря 1988 года землю Древней Армении посегла одно из величайших бедствий в ее истории. Случилось страшное десятибальное землетрясение с эпицентром в городе Спитакия. Оно уничтожило множество населенных пунктов, унесло жизни нескольких десятков тысяч граждан. По разным оценкам, в результате стихии оказались разрушены 9 миллионов квадратных метров жилой площади. Это составило порядка 20% всего жилого фонда республики. Более полумиллиона человек остались без крова. Минута страшного горя на помощь армянскому народу пришла вся огромная страна, друзья из-за рубежа, включая и армянскую диаспору, конечно. Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. Из Москвы вылетели почти 100 высококвалифицированных медиков во главе с министром здравоохранения Советского Союза Евгением Чазовым. Высочайший профессионализм и героизм продемонстрировали трудившиеся на расчистке завалов 20 тысяч солдат и офицеров. Ну и, конечно, особая роль отводилась и была отведена самим себе добровольцами. Из всех союзных республик поступала гуманитарная помощь. Приехали 45 тысяч строителей. В России всегда будут помнить о той катастрофе и воспринимают эту беду армянского народа как свою собственную. Хранят память о благородном жертвенном порыве всего советского народа. И я знаю, что также к этому относятся и в Армении. В соседнем спитаком городе Гюмри воздвигнут замечательный памятник российского скульптора армянского происхождения Фридриха Сагаяна с высеченной надписью «Жертвы безвинным сердцам милосердным». В эти дни филиалом Российского центра науки и культуры в Гюмри проводится традиционная международная конференция с участием архитекторов-строителей, специалистов в области строительства в сейсмоопасных зонах, урбанистов. Тема злободневная – спитакское землетрясение, взгляд из прошлого в будущее. Среди целей форума – определение наиболее проблемных точек в городской среде и застройки города Гюмри, и формирование рекомендаций для их решений с учетом сохраняющихся сейсмических показателей. Они достаточно высоки в этом регионе Армении. Один из уроков спитака – осознание нерушимости, испытанной различными невзгодами и вековой дружбы российского и армянского народов. Как бы ни складывалась политическая конъюнктура, наше братское единство преодолеет любые сложности, потому что оно проверено временем. Еще одна дата – завтра, 7 декабря, исполняется 55 лет со дня…